Этому дому около 160 лет. Когда-то здесь жил вместе со своей семьей художник Фёдор Буров. Тут он учил живописи Кузьму Петрова-Воткина и Георгия Подбельского. К художнику заходил в гости и Владимир Ленин, который работал через дорогу в суде. Прошли годы и в доме сменились жильцы. Сейчас они обеспокоены состоянием здания, поэтому обратились к руководителю региона Вячеславу Федорищеву с просьбой помочь провести капремонт. Поводом для обращения послужило объявление неизвестного происхождения, в котором было указано, что дом признан аварийным. Из-за этого ремонтные работы не производят. В 22-м году, совершенно неожиданно, за него взялись. Он был полностью откопан, укреплен фундамент, все это облицован соколь, привели в порядок фасад. В общем, домом занялись. Сразу после фасада должна была быть отремонтирована и кровля. Нас это, конечно, устраивало. А потом тишина. Вот появилась вот эта бумажка, что мы аварийные. Взаимодействие органов власти и жителей Самары способствует оперативному решению вопросов в сферах ЖКХ и благоустройства. Главы районов города выстраивают коммуникацию с горожанами, отвечают на вопросы в соцсетях и решают возникшие проблемы на очных встречах. Глава Самарского района Роман Рудяков оперативно отреагировал на сообщения жителей домов по улице Степана Разина и договорился о встрече. Собрание с жителями прошло при участии прокуратуры. Роман Рудяков отметил, что дом не признан аварийным, но по какой-то причине исключен из перечня зданий, нуждающихся в капитальном ремонте. Во-первых, мы посмотрим сейчас, сколько денег есть на текущем ремонте у обслуживающей организации. Потом, если там будет денег недостаточно, рассмотрим вариант, так сказать, отремонтировать в складчину, либо попытаться восстановить дом в фонде капитального ремонта, заказав экспертизу за счет жителей. Если эта экспертиза покажет, что износ менее 70%, то, соответственно, мы вернем этот дом в фонд капитального ремонта. Что касается дома номер 55-Б, то здесь к капремонту фасада, фундамента и инженерных сетей ответственная организация не приступала. По этому вопросу состоится судебное заседание в сентябре текущего года, где прокуратура будет действовать в интересах жителей. Напомним, что в каждом районе Самары работают пункты приема обращений граждан в адрес главы региона Вячеслава Федоричева. Полученные сообщения лягут в основу программы развития региона 2024-2029. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.